Писание и предание Которые запутались в приоритетах между Писанием и преданием Которые внесли свою волюнтаристскую мечтательность в эти понятия и в их значимость Оказались посрамлены и, можно смело сказать, и Богом отвержены Так что разобраться, что первично, для нас с вами очень важно И для этого надо первым делом осознать, что такое священное предание А оно является тем самым, что Бог открыл о себе человечеству Ведь Бог трансцендентен, ведь Бог непостижим, ведь Он не участник нашего с вами тварного бытия А Его причина В связи с этим Он не может быть объят ресурсами нашего с вами тварного разума Бог познается настолько, насколько благоволит себя открыть человечеству Ну и насколько человек желает познать своего творца, своего создателя Потому и все то, что мы связываем с понятием божественного откровения Только воспринятое уже человечеством укладывается в понятие священное предание Бог, как премудрый наш Отец Небесный, Спаситель и Создатель Он открывает о себе ровно столько, сколько нужно И необходимо, и возможно принять И достаточно для того, чтобы спастись в вечности И оправдать свое призвание из небытия в бытие Каждому человеку, грядущему в мир Итак, понятие священного предания тождественно понятию божественного откровения Таким образом, священное предание — это и есть наше все Оно неоднородно, оно имеет уровни Формальные предания, памятники веры, передаваемые из поколения в поколение Определенным образом сформулированы Прежде всего, это вероучительное определение Вселенских соборов И многое другое, что как гимнография, как последование Совершение таинств И то, что от поколения в поколение передается Как сформулированные определенные памятники веры И они имеют внешние очертания, отражающие То самое божественное откровение о бытии Божьем Есть уровень благодатного освящения Это тоже то, что Бог открыл о себе То, что Бог не спосылает миру своему И по преимуществу человечеству Это та благодать таинств Те освящения, которые передаются из поколения в поколение Посредством епископского преемства От апостолов святых, перворукоположенных И, таким образом, благодать таинств Та духовная сила, которая соприсутствует с святыням нашим Это второй уровень предания, о котором мы сейчас говорим Ну и, наконец, третий уровень, практика благочестия Жизнь по вере, опыт духовной жизни Который мы воспринимаем по слову апостола Павла Подражайте мне, как я Христу От тех, кто является носителями опыта этой культуры Это и наши святые отцы, и наши духовники Это живые действующие члены церкви Которые по преимуществу исполнены этого духовного делания Этого содержания, полноты церковного опыта Духовной жизни, учась которому мы призваны Во внешней и во внутренней жизни своей Приходить в определенный образ Образ, который Господь изначально запечатлел В присотворении человека Это и есть практика духовной жизни Которая относится к третьему уровню священного предания А что же остается Писанию? Писание — это весьма важное, бесконечно важное для церкви явление Но является оно одной из форм священного предания То, что было открыто ученикам Христовым Запечатлено с безупречностью И логической, и географической И вероучительной, и астрономической С максимальной простотой и точностью Сформулированные события земной жизни и учения Христа Спасителя Мы и называем Священным Писанием Есть и в Священном Писании сверхважные И те, что уже к ним присоединяются части Поэтому самым главным в Священном Писании Являются четвероевангелия Далее новозаветные послания апостольские Ну и Ветхий Завет также имеет законную принадлежность Законную принадлежность имеет к Священному Писанию Являясь только детоводителем ко Христу, к Новому Завету Являясь сенью грядущих благ И вся его миссия состояла в приуготовлении человечества К встрече Спасителя Мира Христа Это называется иногда Ветхий Завет книгами пророков Их основная миссия была сохранение благочестия в Израиле А благочестием называлась прежде всего та жизнь И то исповедание, которое ввели к грядущему Мессии Спасителю Мира Вот это и есть Священное Писание Являющееся формой Священного Предания Запечатленное вот так, кристаллически, четко, ясно Благонадежно В которой хранится Слово Божье В которой хранится и в страницах которого Дух Божий И оно, как содержащее полноту истины В связи с тем, что является одной из форм предания Также нам предлагается для Богопознания Но свободная интерпретация Священного Писания Ведет к погибели Раз Священное Писание это и есть одна из форм предания То понимать его должно в контексте преданий Так, как преподают нам его святые отцы Начиная с древности апостольской и по наше время А не так, как захочется лжеименному современному разуму Толковать его, потому что в наше время извратили Смыслы Священного Писания на все кривые дорожки Ересей вплоть до уже совершенного враждования Против Христа и Духа Его Разными безобразиями и непослушанием Священноначалью и однополыми отношениями Богомерзкими и многими другими толкованиями На свой лад Священного Писания Западному исповеданию христианскому Было свойственно от его зарождения В позднее средневековье говорить Есть Божья книга Священное Писание Как хочу, так понимаю И Бог мне это на сердце положил Это совершенно не соответствует действительности А напротив является делом уничтожения и уничижения Писания Когда оно рассматривается в отрыве от того Священного Предания В контексте которого и из недр которого оно явилось Тем же и нехороши латиняне Что признавая Священное Писание и Священное Предание Только необходимыми частями истины Они полноту истины оставляют за мнением Папы Что, конечно же, дискредитирует Священное Писание и Предание И предоставляет его и то, и другое к разорению Поскольку в связи с такой формулировкой Что это лишь части Можно сделать вывод Что ни там, ни там нет полноты истины И только римский Папа как раз и уполномочен Всю полноту истины изрекать для Церкви С чем, конечно же, православие никогда не согласится Вот таким образом мы с вами и почитаем Священное Писание и Священное Предание Как носители полноты истины Которые необходимы для нашего спасения Внеси свой вклад, оцени, подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!